Знатоки финансовой письменности. Викторына для слепых людей пройшла в Гомеле. Это стало опошним мероприемством зликутых, что провели в нашем регионе под час месячника «Человек с белой палкой». Все лета его просвятили доступности послухи сервисов банков для людей с инвалидностью по зруку. Сюжет Марины Джаллай. Светлане Калинчуковой, 34. Для ее новокольный свет потану у Темры 14 годов тому. У 20 девушек пошла учиться жить на вобмоток. Вышла замуж, народила двоих детей. Але это не межая ее марау. Для Светланы вельми важно стать больше самостойной в штуденном житте, разнастаять свои махшимости. Тому она одразу сгодилась поудельничать в мероприемствах, инициованных товарыством инвалидов по зруку по самостойным керовании финансами. Я не скажу, что вот прямо-таки после семинара все получилось с первого раза. Я приехала домой. Благо, что нам на семинаре раздали руководство по Брайлю. Опять-таки, я делаю на этом большой акцент. Мне это очень помогает. И я пошагово по этому руководству первый раз делала первые шаги в оплате. С первого раза ничего не получилось. Я еще раз заново прошла тот же путь. И когда где-то среди ночи у меня получился этот платеж, я прямо, я не знаю, я подскочила, кричу, мы уже в река вставай, у меня все получилось. Работа с представниками банков проходила у некольких этапов. С Паршатко и Ашиу Веросни провели семинар на тему «Вучимся керовать финансами сами». Удельники набывали навыки корыстания мобильным банкингом. Неведущие, слабоведущие люди доведались про функционал этого мобильного додатка, про зрушность безнаявных платежей и обтым, как стать корыстальником дистанционных послуг. Потом прошел трехденный тренинг. Как выник, инвалиды по зроку, дякуючи адаптованному, минавито для их додатку до смартфона, научились оплатить за интернет-послуги самостоянно. Они действительно молодцы, и что они смогли беспрепятственно выполнять все эти указания, которые говорили банковские работники, я думаю, что будем с ними продолжать работать. И все эти новости, которые будут происходить в нашем государстве, я думаю, что мы не будем тормозить. А мы только будем идти вперед в ногу со временем. Паршас викторины, которая обогульнила отриманное за эти месяцы веды, представники банков задавали уделникам питаний по финансовой письменности. Например, кто устанавливает ставку рефинансования, из чего складается бюджет. За наибольшую количество правильных отказов подрихтовали призы. Но самые, напевно, галоны подарунок, новые веды и черговый крок инвалидов по зроку до полновартостного життя. Марина Джала, Игорь Маришенко, Телерадио, компания «Гомель».